Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на нашем образовательном мероприятии мы должны поговорить о той проблеме, с которой мы сталкиваемся практически ежедневно. В общем, я бы это и стал сказать, практически все врачи терапевтических специальностей так или иначе с ней сталкиваются. И называется наш сегодняшний блок образовательный, как сделать правильный выбор среди антигипертензивных комбинаций. Казалось бы, наверное, это не самый сложный вопрос, который стоит перед врачом, но я постараюсь вас сегодня убедить в том, что каждый раз при принятии решений мы должны учитывать огромное количество входящей информации и сделать этот выбор, достаточно сложно. Ну, наверное, в качестве эпиграфа к нашей сегодняшней встрече я привер бы слова нашего великого терапевта Мадрея Яковлевича Мудрого. Не должно лечить болезнь по одному только ее имени, а должно лечить самого больного, его состав, его органы и силы. Ну, сказано это было, вы видите, в 18 веке, но, конечно, здесь очень глубокая врачебная мудрость. Она не устарела на сегодняшний день. Вы увидите, что, в принципе, мы подходим к тем же самым прописным истинам, но уже с пониманием более глубоких механизмов действия лекарственных препаратов, особенностей патогенеза тех или иных заболеваний. С чем мы сегодня сталкиваемся? Я думаю, что начало 21 века, оно охарактеризовалось пониманием того, что выросла значительную роль коморбидной патологии. Потому что сегодня достаточно сложно себе представить на приеме больного только исключительно с артериальной гипертензией, у которого не было коморбидной патологии, и нам бы не пришлось ее учитывать при лечении и принятии решения о том или ином варианте фармакотерапии. Еще одна вещь, которая, так сказать, усугубляет сложность выбора лекарственной терапии. Это, во-первых, огромная палитра лекарственных препаратов для лечения любой нозологии. Ну, давайте возьмем, оторвемся немножко от кардиологии. Вспомним, что у врача в середине 40-х годов, Великую Отечественную войну, не было выбора. Фактически среди антибиотиков был только один пенициллин. Ну и представить себе сегодня палитру химиотерапевтических препаратов антибактериального действия. Ну, даже, наверное, на скидку и сложно сказать, сколько их существует в каждой группе по 5, 6, 7, а то и 10 препаратов. И, соответственно, есть еще одна проблема, потому что мы на примере последних, ну, наверное, 4-5 лет видим, что в кардиологии мы движемся к ужесточению целевых показателей, что артериального давления, что липидного профиля. И это требует уже довольно раннего назначения комбинированной терапии. Таких комбинаций, как вы увидите, их тоже достаточно много. Ну, вот если вернуться к цитате нашего соотечественника, с которой я, как эпиграф, начал сегодняшнюю нашу встречу, то сегодня, в общем-то, это была предтеча того, что мы называем персонализированной медицины. Вы видите, что термин достаточно молодой, свежий, его сегодня очень активно используют в медицинских аудиториях. И что он подразумевает? Адаптацию терапевтического лечения к индивидуальным особенностям каждого пациента? Ну, и важный ответ видеть на это конкретное лечение. Я думаю, что вот здесь как раз вы видите, что спустя два столетия, в принципе, те же самые задачи, которые ставил Мудров, они решаются, но уже под новым термином персонализированной медицины. Когда мы говорим о персонализированной, персонифицированной медицине, мы должны учитывать, что, в общем, вот это, наверное, такой азбука Библии персонифицированной медицины, появившаяся достаточно давно, около 10 лет назад, которая дала вот это, по-моему, очень яркое обоснование, что наилучшие результаты достигаются при персонифицированной медицине, использовании данных доказательной медицины, индивидуальных особенностей пациента, хорошо подготовленных клиницистам. Опять, нисколько не противоречит тому, что было сказано два столетия назад. Ну, и, конечно, термин, который появился тоже относительно недавно, те коллеги, которые сталкивались и работали в рамках клинических испытаний, помнят такой термин, был Good Clinical Practice. Так вот, за рубежом появился термин Good Prescribing. Выбор лекарства, надлежащее его назначение, которое может оказаться для конкретного больного наиболее эффективным и в то же время безопасным. И идет констатация. Сложность выбора лекарства – это, прежде всего, сложность обоснования выбора. И констатация, что это многогранный, глубокий аналитический процесс. Действительно, сегодня мы видим с вами, что принять решение не эмоциональное, а рациональное при выборе конкретного препарата достаточно сложно. ВОЗ сформулировала в 2009 году, то есть, видите, прошло чуть больше десяти лет. Понятие, которое является базовым для Good Prescribing, для качественной практики приписывания лекарственных препаратов, необходимо учитывать эффективность, безопасность, приемлемость, стоимость. То есть, это те базовые вещи, которые надо учитывать. И они ввели термин, который, мне кажется, очень показательный и очень важный. Оптимальная фармакотерапия. Они ее представили как частное от деления эффективности, насколько показа препарат снижает, в данном случае говоря, об антигипертензивной терапии артериальное давление, деленное на побочные эффекты и стоимость. Ну, здесь, конечно, встает ряд вопросов о противопоставлении оригинальных генериков. Генерики здесь, конечно, выигрывают. Ну, и надо учитывать безопасность терапии. Вот говоря о сложности выбора при артериальной гипертензии, я хотел бы привести вот эту модель регуляции по Гайтону, который в свое время сформулировал теорию почечной артериальной гипертензии происхождения. И даже если не вставаться в эти линии, ну, это, в общем, какой-то космический такой рисунок, где учитывать все вот эти внутренние взаимодействия практически, наверное, невозможно. Но для понимания того, что наша антигипертензивная терапия, это влияет на какие-то из этих механизмов. Более свежая и более элегантная, более легкая работа была представлена в рамках новых рекомендаций европейцев по артериальной гипертензии в июне прошлого года, 2023 года. И здесь мы тоже видим с вами огромное количество факторов, которые влияют и которые, в принципе-то, необходимо учитывать при выборе антигипертензивной терапии. Глобально мы всегда говорили, что повышенное давление – это не соответствие зажатого периферического сосудистого русла, сосудистого сопротивления со сердечным выбросом. И отсюда вот этот дисбаланс приводит к повышению артериального давления. Мы и в 21 веке не знаем до конца, что является причиной артериальной гипертензии. По-видимому, самую лучшую теорию выдвинул Ирвин Пейдж в далеком 49 году, сказав, что вообще, это мозаика. Ну и он в своей оригинальной работе, здесь купюра из нее, сказал, что вообще-то мозаика не бывает застывшей, она всегда меняется, как меняется картинка в калейдоскопе. И здесь заложена тоже очень глубокая мысль, потому что не будет раз и навсегда правильного попадания с антигипертензивным препаратом. Меняется фенотип больного, меняются особенности коморбидной патологии. Естественно, то, что, скажем, было успешно на протяжении нескольких лет или даже десятилетий с точки зрения антигипертензивной терапии, может в определенный момент перестать быть полезным. Если мы вернемся к модели, которую предложил Ирвин Пейдж, и посмотрим на, так сказать, композицию тех факторов, которые приводят к повышению артериального давления, то мы увидим, что в принципе у нас только, ну, наверное, так сказать, два раздела, вернее, три раздела, где есть определенные ограничения по преференциям препаратов. Однозначно, там, где есть задержка жидкости, должен быть в комбинации диуретик. Мы говорим с вами, где сердечный выброс, там должен быть бета-блокатор, и, конечно, каким-то образом через бета-блокаторы прежде всего подействовать на нейрогенный фактор. Во всех остальных ситуациях выбор между блокатором РАС плюс антагонист кальция или диуретик сделать достаточно сложно. Ну, вот я всегда показываю эту схему выбора антигипертензивного препарата, сколько мы должны факторов учитывать при выборе конкретного препарата. Может ли врач запомнить все это? Конечно, нет. И мы должны все-таки попытаться дать врачу какой-то более простой, более внятный алгоритм для назначения лекарственного препарата. Кроме этого, врач при назначении антигипертензивных препаратов сталкивается с огромным количеством вариантов фармакотерапии. Ну, вот мы опубликовали в свое время эту работу, где сделали очень простую вещь. Посмотрели, что у нас разрешено в Российской Федерации. Имеет показания артериальная гипертензия. Посчитали международные названия, торговые названия, дозировки. Ну, а дальше руководствовались вариантами, так сказать, прописанными в рекомендациях. Ну, вот на старте терапии почти 600 вариантов монотерапии. Двойные варианты мы видим с вами, если брать с ингибиторами АПФ, то это 60 тысяч вариантов. Если брать с зартанами варианты, то это порядка 30 тысяч вариантов. Тройная комбинация, это уже 18 миллионов вариантов с учетом воспроизведенных препаратов, ДОС и так далее, возможных комбинаций. Ну, а если говорить о четырех препаратах, 10 процентов больных, которые вынуждены будут принимать при резистентной артериальной гипертензии, то это уже более полутора миллиардов вариантов лечения. Но это подтверждает только то, что выбрать достаточно сложно. Мы говорим с вами, что в наших рекомендациях прописано в большинстве случаев неосложненный стандартном подходе лечения артериальной гипертензии выбор ингибитор АПФ или зартан плюс антагонист кальция или диуретик. В свое время очень интересная работа была сделана российским кардиологическим обществом. Они попросили врачей и участников съезда кардиологов ответить на вопрос, как они выбирают антагонист кальция или же диуретик в комбинацию. Препрезентативная выборка достаточно большая. 50-50 приблизительно поделились ингибиторы, диуретик ингибиторы плюс антагонист кальция. А вот дальше самое интересное. Смотрите, если говорить о предпочтительной ситуации к назначению диуретика, то явно просматривается несколько вещей. Прежде всего, это та или иная степень выраженности отечного синдрома. Дальше. Если объединить два последних пункта, то, конечно, речь идет о том, что это элементы сердечной недостаточности или симптомы сердечной недостаточности. Ну и, кстати говоря, первый пункт наличия симптомов укладывается сюда. То есть, врач подспутно держит, что диуретики хороши там, где сердечные недостаточности. Это правильно, но это далеко не всегда так. Ну и женщина перименопозуального периода. То есть, забывается главное. И здесь, если мы проанализируем, что во главу угла ставится именно диуретический эффект, а не натриуретический эффект, который наиболее важен для больного с артериальной гипертензией. Там выведение объемов больших жидкостей точно не требуется. В отношении антагонистов кальция. Ну, здесь тоже-то сказать достаточно неожиданно, потому что мы видим с вами, что антагонистам кальция приписывается вот эта желтая зона. Практически 70% опрошенных врачей сказали при более высоком исходном давлении. Ну, мы знаем, что да, в свое время антагонисты кальция использовались для купирования кризов гипертонических. Но вопрос-то заключается в том, что никакой доказательной базы по тому, что комбинация с антагонистом кальция более эффективно снижает давление, нет. И таких исследований очень много. Это исследования, ну, хорошо известные, скажем, АСКОТ, исследования КАМПЛИШ, где хэт-ту-хэт сравнивали с комбинацией с диуретиками против комбинации с антагонистами кальция. Тоже, в общем-то, так заставляет задуматься. Ну, и у мужчин, чтобы избежать побочных эффектов диуретиков, тоже, в общем, вопрос-то такой достаточно ответ неожиданный, с моей точки зрения, потому что, ну, я бы сказал так, что уж если говорить о каких-то побочных эффектах, то всегда боялись бета-блокаторы у мужчин, особенно молодого возраста. Про диуретики откуда такая история пошла? Сказать сложно. Если брать то, что приписывают наши рекомендации, то наши рекомендации ставят на одну планку антагонисты кальция и диуретика. Важно, чтобы они были с ингибиторами АПФ. Но в 2023 году, мне кажется, что европейцы при всей неоднозначности документа сделали несколько очень важных составляющих. Вот я бы хотел обратить ваше внимание на тот раздел, который называется принципы терапии. Во-первых, двойная комбинация. Ну, это была и предыдущая версия. Это правильно. Следующий важный момент, и мне кажется, что он критично важен, это прием препаратов один раз в день. Вот это сразу у нас, вы увидите потом на одном из слайдов, разводит большое количество препаратов по разные стороны баррикад, потому что в фиксированных комбинациях, особенно там, где есть гидрохлортиозид, мы однозначно говорим, что эта комбинация не действует 24 часа за счет того, что гидрохлортиозид короткого действия. Ну и констатация предпочтительности фиксированных комбинаций, что, собственно, мы с вами знали. Важные аспекты вы увидите в новой версии клинических рекомендаций по артериальной гипертензии, эту позицию, похожую схему, что европейские коллеги обозначили, что двойная терапия, это контроль приблизительно у 60% пациентов обеспечит, тройная 90%, ну и у 5% потребуется назначение квадриполтерапии, о чем я говорил. Если возвращаться к клиническому выбору, вот опять исповедую то, что говорил профессор Мудров, то мы видим 4 ситуации, где однозначно идет выбор в пользу комбинации блокатора фрониналгиотензиновой системы с диуретиком. Это поражение почек, микроальгуминурия, это ХСМ и опять-таки протеинурия. То есть вот здесь мы можем констатировать, наверное, одну простую вещь, что там, где мы видим с вами поражение почек, ХБП, то, конечно, прежде всего надо рассматривать комбинацию блокатора раз с диуретиком. Это, ну, совершенно однозначный выбор. Другое дело, что, например, для гидрохлортиазида вообще нет никакой доказательной базы по нефропротективному действию, в отличие, скажем, от того же эндопамида. Но факт остается фактором, что у нас есть как минимум две клинически понятные ситуации, когда мы отдаем предпочтение комбинации с диуретиком, желательно тиазидоподобным, желательно с эндопамидом. Это больные с хронической сердечной недостаточности. По новой классификации я бы особое внимание обратил на предстадию сердечной недостаточности. И, конечно, больные с ХБП разной степени тяжести. Если мы выбираем, какой алгоритм любой оптимальной фармакотерапии, я бы сказал так, что вот эта пирамида, она универсальна, она может быть применена не только к антигипертензивной терапии, в полной мере может применяться и к любой, скажем, антибактериальной терапии при пневмонии вне больничной. То же самое будет. Что мы должны учитывать? В основу, прежде всего, противопоказания. То есть, мы должны себе четко представлять, когда мы ту или иную комбинацию, тот или иной препарат назначать не можем. Следующий шаг. Это сопутствующая патология. Но я думаю, вы прекрасно знаете, что даже если не отходить далеко от темы, а взять пример, скажем так, больного с артериальной гипертензией гиперрекемии, то сразу уже становится понятным, что одни препараты, там, локаторы расы, зартаны, начинают обладать определенными преференциями, другие известны степенью осторожности. Те же диуретики. Это реальная практика. Дальше. Данные доказательной медицины. Вот в свое время Евгей декларировала следующую историю, что, в принципе, если препарат снижает давление, он так или иначе будет влиять на конечные точки. И не надо доказывать доказанное. Но они дальше в своем комментарии написали, ну, в инструкцию к препарату надо вносить отдельные группы пациентов, у которых проводились большие клинические исследования, где были показаны преимущества этого препарата. Поэтому вот эти все клинические исследования, и которые я уже сегодня упоминал и еще упомяну, они очень важны для правильного выбора пула пациентов, где препарат особенно эффективен. Ну и, наконец, особенности пациента и препарата. Ну, в качестве пояснения, если у больного, мы прекрасно знаем, снижена скорость клубочковой фильтрации ниже 30, то уже объем лекарственных препаратов, которые мы можем назначить, он существенно снижается. Ну, опять-таки, особенности препарата, я уже приводил, это длительность действия, или там его липофильность, это тоже очень важная составляющая. Ну, пойдем по противопоказаниям на примере хорошо знакомого нам препарата, препарата канцелар. Почему он важен? Потому что мы, когда говорили об оптимальной фармакотерапии, говорили эффективность, деленная на безопасность, на стоимость. По всем этим показателям это вот такой хороший пример будет. Если мы говорим о противопоказаниях, то мы видим с вами, что, в общем-то, европейцы дают одно абсолютное противопоказание подагра для назначения диуретиков и относительные, которые, в общем-то, в российских рекомендациях значительно либерализованы. То есть, мы в последней версии совершенно спокойно написали о том, что бессимптомная гиперурекемия не является противопоказанием для назначения диуретиков. То есть, нужно сказать о том, что, в принципе, противопоказаний для диуретической составляющей ее достаточно мало. Для ингибиторов, ну, мы, в общем, наверное, видим только одну ситуацию, которая может быть достаточно часто встречаться, это дети, женщины фертильного периода, они должны быть предупреждены. Ну, беременность, транситорная ситуация в женской биографии, ну, и гиперкалимия. В остальных, то есть, два составляющие канцеллара, они не имеют большого и серьезного спектра противопоказаний. Еще один аспект, я уже о нем говорил, о безопасности и в отношении диуретиков всегда речь идет о двух составляющих калий и мочевая кислота. Ну, мы видим с вами, что эндопамида, влияние негативное на уровень мочевой кислоты, значительно меньше, а в комбинации будет еще меньше, чем гидрохлортиазид. Сопутствующая патология. Рекомендации 2013 года, они обрисовывают нам достаточно понятную, хорошую базу для понимания ситуации выбора. Диуретики, тиозидные, тиозидоподобные, это пожилые, изолированные систолической гипертензией ХСН, и накладываем их на те показания, которые декларировались в отношении ингибиторов АПФ. Ну, мы видим с вами, что прежде всего, если так более глобально сгруппировать, это больные с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. Это больные, то, о чем мы говорили с вами, с ХБП разных сценариев и разных вариантов выраженности, и тоже ХСН. Значит, уже становится понятным, что комбинация ингибитора АПФ с тиозидоподобным диуретиком особенно будет хороша при поражении почек и хронической сердечной недостаточности. Ну, вот для упрощения мы в свое время предложили такую схему выбора терапии, основанной на блокаторах рас, в зависимости от коморбидной патологии. Сложность здесь, с одной стороны, она выглядит достаточно интересно, потому что достаточно проста и логична для понимания. Собственно, мы об этом с вами говорили. Вот. Но понятно, что, например, мы же отдаем себе отчет в том, что у больного с сахарным диабетом будет атеросклероз. И, соответственно, здесь уже выбор, что для него важнее нефропротекция, атеросклероз. Потому что, будем говорить так, антагонисты кальция, конечно, по нефропротективному действию тиозидоподобным диуретикам проигрывают. Ну, и очень важный аспект это огромное количество ситуаций, в которых нельзя назначать гидрохлортиазид. Я оставлю только один здесь комментарий у вас для вашего внимания, что дисметаболические нарушения. На гидрохлортиазиде они чисты и достаточно сильно выражены. 22-й год он ознаменовался вот этой интересной публикацией. Название ее в оригинале звучит так. Правильная таблетка для правильного пациента. И, в принципе, вы видите, здесь идет повтор того, о чем мы говорили с вами, применительно к выбору препарата в зависимости от сопутствующей патологии. Это опять повторяется. Сахарный диабет второго типа. Мы видим с вами в этой красной рамке блокадо РАС и тиозидные диуретики. Это ХБП. И появляется очень интересная проблема. Она особенно актуальна для нашей страны, да, наверное, и для всех стран мира. Это проблема метаболического синдрома и ожирения. Почему ожирение? Потому что это огромный пул пациентов. Сегодня это уже более половины населения Российской Федерации. Вот здесь в силу того, что при ожирении и в силу лептинорезистентности и инсулинорезистентности всегда есть задержка натрия, появляется безусловная необходимость к назначению тиозидоподобного диуретика. Из этого сценария идти нам куда-либо дальше сложно. Ну и, наконец, еще одна ситуация, где однозначно имеет огромную преференцию и комбинацию ингибитора тиозидоподобного диуретика, это, безусловно, больные, перенесшие церебральную катастрофу. Слава Богу, они сегодня стали выживать больше. И это больные, у которых мы занимаемся, осознанной профилактикой инсульта. Здесь и в 22-м году, подчеркиваю, европейские коллеги соглашаются с приоритетами в отношении этой группы пациентов. Если говорить о сравнении внутри групп препаратов, то, конечно, ромеприл имеет еще одно очень важное достоинство. Спектр зарегистрированных показаний для его назначения, он наиболее широкий среди всех известных нам и применяемых сегодня активно, активно применяемых ингибиторах ПФ. Я бы здесь сделал только одну ремарку. Неделю назад появился и был опубликован новый документ по лечению больных с сниженной фракцией выброса хронической сердечной недостаточности наших американских коллег, где они среди предпочтительных препаратов для лечения больных с КСН и низкой фракцией выброса обозначили 4 препарата. Это каптаприл, аналаприл, лизенаприл и ромеприл. Но не перендаприл. Я об этом всегда говорил, что у перендаприлы есть свои достоинства, равно как у ромеприл, они на одной позиции при ИБС. Но вот в отношении, так сказать, ситуации с ХСН у ромеприлы есть определенные преимущества. Доказательная медицина. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что у ромеприлы имеется колоссальная доказательная база, более 30-ти. Это далеко не все исследования, это крупные исследования. Что можно на основании доказательной медицины сформулировать, какой сформировать для себя фенотип пациента? Это больной высокого риска с артериальной гипертензией. Это и исследования Антаргита, и исследования Хоу показали. Больному, которому нужна нефропротекция, больной, который имеет нублеводные нарушения, исследование ДРИМ, и больной, имеющий сердечную недостаточность. Это исследование ИР. Огромная также доказательная база по эндопамиду. Но я бы сказал так, что, конечно, по эндопамиду большей доказательной базы не имеет ни один другой препарат, ни хлортолейдон, ни гидрохлоркиазин. Если проанализировать ее, то тоже вырисовывается свой фенотип пациента. Это больной, прежде всего, с сахарным диабетом второго типа, больной, которому нужна нефропротекция, больной, так или иначе, перенесший транзиторную ишемическую атаку или риск инсульта, у больного, которого есть необходимость мощной кардиопротекции, уменьшения гипертрофии миокарда. И, наконец, это еще один важный пул пациентов пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией. Причем я бы хотел подчеркнуть, что нам довелось участвовать в исследовании ХАВИ. Это наш центр набрал больше всего пациентов Российской Федерации. Это больные были старше 80 лет. И вот там для эндопамида есть одна очень важная составляющая, что было показано, что он работает при любой степени степени хрупкости и может спокойно назначаться у больных со старческой астенией. Но это отдельная тема, о ней можно говорить очень много. Целый обзор существует великолепной годичной давности по фрагилити назначению разных препаратов сердечно-сосудистых и несердечно-сосудистых, так называемых хрупких пациентов. Но вот там идет как раз ссылка на исследование ХАВИ под группу и субанализ у больных со старческой астенией, подчеркнув, что здесь как раз эндопамид срабатывает очень неплохо. Ну и если говорить о амлодипине, то здесь четко прослеживается одна история. Слабое нефропротективное действие. Это я в сравнении эндопамид против амлодипина. И, конечно, мощный антиатеросклеротический эффект. Сегодня, как ни странно, в 24-м году 21-го века нам вновь приходится возвращаться к теме зортаны или ингибиторы. Я думал, что она, честно говоря, была закрыта практически 15 лет назад, когда сравнивался терминзортан и ромеприл у больных высокого риска. И было показано, что лидеры в своих классах, телми и ромеприл, они совершенно одинаково влияют на артериальное давление, на конечную точку. Ну и достоверной разницы между ними в отношении вторичных точек их нет. И здесь надо совершенно четко говорить, что различия ни по инфаркту, ни по инсульту. Хотя можно было бы притягивать о том, что ромеприл больше снижает госпитализацию ХСН. И, в принципе, в рекомендациях-то как раз по ХСН-преференции, как я уже говорил, ромеприлу. Но в то же время сказать, что терминзортан больше снижает риск инсульта, на самом деле статистической разницы нет. И это все тренды, одинаковые препараты. Очень часто сегодня говорят, что ингибиторы устарели, в том числе и в комбинации. Ничего они не устарели. И когда говорят о переносимости и кашле, как одном из блоков для назначения ингибиторов АПФ, вообще ромеприла в частности, я бы привел результаты исследования, конечно, Антаргет. Посмотрите, это очень низкий процент. 4,2 против 1,1. Да, есть статистическая разница по кашлю. Но, но, коллеги, здесь есть один нюанс. Разница-то всего в 3%. То есть, если вы назначите 100 больным зартан, 100 больным ромеприл, то разница будет только в 2 человека, которые получат кашель на такой терапии. Ну и, кстати говоря, если быть объективным, вот эта зеленая строка, она показывает, что с другой стороны, очень парадоксально, мы всегда считали, что переносимость зартанов, если не брать и вывести за скобки кашель, тоже лучше. Но оказывается, что гипотонию они статистически дают значительно чаще. Мы видим с вами опять небольшая разница в 1%, но статистика здесь достоверна. Если вы обратите внимание на эту схему, то меньше 0,01, это гипотония, но в пользу ромеприл и кашель в пользу талмезартана. Поэтому я думаю, что отражением этого являются все рекомендации международные, которые говорят о неразделении зартанов и ингибиторов между собой. Это блокаторы раз и очень важная в ВОЗовских, не ВОЗовских, а Международного общества по артериальной гипертензии, синтенция, использовать тиозидные диуретики, если тиозидоподобные диуретики невозможно назначать. Вот это или недоступны. Ключевая вещь. Почему? 24 часа действия. Канадские рекомендации. То же самое. Они четко говорят о том, что короткого действия в комбинации гидрохлортиазид использовать не нужно. Если говорить о идеологии лечения артериальной гипертензии, то мы видим с вами оперативные, тактические, стратегические цели. Это, конечно, снижение давления, органопротекция, решение проблем коморбидной патологии. Мы сегодня ей уделяли достаточно много внимания. Снижение сердечно-сосудистых рисков. И давайте пройдемся по этим позициям. Снижение артериального давления. В принципе, очень простая схема. Метаанализы говорят 10, 20, 25. То есть, если монотерапета минус 10, если двойная 20, если тройная 25. Мы берем систолическое, прежде всего, давление. Но это в среднем, учитывая любые классы антигипертензивных препаратов. Сразу же нужно выделить подгруппу пациентов. Я сейчас покажу то, что было в Алхате. Он полностью совпадает с исследованием Прескод. Больные с диабетом ХБП, гипертрофией левого желудочка, гиподинамией. И избыточной массой тела. Те больные, которым сразу надо давать максимальные дозировки. Это больные прогностически будут иметь плохой контроль артериального давления. Не растягивайте подбор доз, титрацию доз. Давайте сразу максимальную дозу препаратов двойной комбинации. Триада, обеспечивающая снижение сердечно-сосудистой смертности через снижение артериального давления. 24 часа контроля. Уменьшение вариабельности восстановления двухфазного ритма. 24-часовой контроль. Посмотрите, коллеги, пожалуйста, во-первых, по степени снижения. Мы видим, что в комбинации эндопамида с ромеприлом это будет одно из наиболее мощных снижений артериального давления. Значительно превосходящую любую комбинацию с гидрохлортиозидом. Ну и вот, коллеги, я хотел бы, чтобы вы обратили на этот слайд внимание. Когда я говорил, вы помните, что если мы положим во главу угла гарантированное 24-часовое действие гипотензивного препарата, то мы увидим с вами, что многие препараты, которые мы сегодня применяем очень часто, необоснованно часто, это я красным выделил, где один из компонентов в ряде комбинаций, оба компонента не имеют гарантированного 24-часового эффекта. Я бы обратил внимание на комбинацию налаприла с гидрохлортиозидом, лазартана с гидрохлортиозидом, потому что это комбинации, ну, одни из наиболее часто назначающихся в практическом здравоохранении. Они не гарантируют достижение целевого артериального давления через 24 часа. Гидрохлортиозид не работает долго. Он работает макс 8 часов. Все. В двойной комбинации через 12 часов будет работать только один препарат, в тройной только два препарата, поэтому это точно эндопамид, ну и сила гипотензивного действия сильнее. Что это дает? Исследование такое элегантное, исследование натив. Как только добавляем эндопамид, нормализация давления. Почему? Ну, потому что он вот эти, помните, я говорил, 10, 20, 25. Он добавляет эти 5 мм выигрыша и переводит уже в более мощное гипотензивное действие. Еще одна очень важная составляющая. Мы должны не забывать, что у эндопамиды есть свойство антагониста кальция. И вот это расширяет его возможности. Он в том числе благоприятно влияет и на уровень холестерина, значительно лучше. Я бы вспомнил исследование, в свое время выполненное командой Ирины Евгеньевны Чазовой, Минотавы, больные с метаболическим синдромом. Они тогда, но это было более 10 лет назад, на монотерапии с использованием эндопамида ретардированного, они получили улучшение липидных, снижение индекса атерогенности и, очень важно, снижение индекса массы тела. Ну понятно, что это связано с вот этим двойным действием препарата. Если говорить сегодня о комбинации, то надо понимать взаимозаменяемость. И мы готовим большой документ, меморандум нескольких обществ по комбинированной терапии, по политаблетке. И там приводим вот эти схемы перевода больных с одного препарата на другой и эквивалентные гипотензивные дозы. В Российской Федерации, конечно, сделана очень большая была работа по продвижению новой комбинации, очень интересной комбинации ремеприлосом, допамидом, исследования консонанс. Вы видите, что важно, что средний возраст был не очень большой, 56,5 лет, полгода наблюдения, 8 городов Российской Федерации. Ну, если мы посмотрим с вами на базовую терапию, то мы увидим, что, в общем-то так сказать, у нас значительная часть больных получала комбинации с диуретиками, но не теми диуретиками, которые нам бы хотелось. Двухкомпонентная схема получали 35% больных, из них мы видим с вами, что 15% получали в этом сценарии комбинацию блокатора РАС и диуретика. Что увидели в исследовании консонанс? Ну, во-первых, увидели быстрое снижение в течение первых двух недель артериального давления и достижение практически целевых цифр артериального давления, напомню, ниже 130-80, что и прописано в новых рекомендациях через полгода терапии. Я бы особо отметил вот эту историю с двухнедельным первым снижением мощного артериального давления. Почему это важно? Сегодня, в принципе, мы не показываем, я думаю, что во время наших образовательных мероприятий обязательно в слайд покажу. Есть оригинальная работа, которая показывает, что если мы снижаем и достигаем целевого давления в течение первых 30 дней от начала лечения, то сравнивание с достижением больше полугода мы получаем по всем конечным точкам снижение в пользу более быстрого снижения артериального давления и достижения целевого давления от 3 до 4%. Разница всего в 5 месяцев. Месяца и 6. Разница в 5 месяцев, но фантастическая разница по инсульту, сердечной недостаточности и так далее. Поэтому, конечно, это важный аспект на будущее. Ну, мы видим с вами, что на 42-й день лечения 9 из 10 больных достигли целевого артериального давления. Важно, что во всех группах пациентов было достижение целевого артериального давления. Вот, кстати, опять возвращаясь к той схеме, о которой я говорил, 10, 20, 25. Посмотрите, здесь-то двойная терапия дала нам 31,29 в зависимости от возраста, снижение систолического давления. Объяснение. Самый лучший ингибитор в своем классе. Ромеприл действительно один из наиболее эффективных. И эндопамид точно самый лучший по снижению давления. Ну, и надо особенно акцентированно сказать, что во всех возрастных группах работал препарат. Теперь следующая история, которая для нас важна, это пациенты старше 65 лет. Я уже обращал ваше внимание, что здесь идея, которая взята из хайвета, пациенты с фраджилитой, хрупкостью старческой астении, спокойно могут получать эндопамид в комбинации. Потому что он работает и будет давление снижать вне зависимости от этой истории. Ну, и вы видите динамику, что через две недели 75, через три месяца 91 и через полгода давление ниже 135, 80, 95% пациентов. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на еще одну историю, которая в оригинальной публикации была в 21 году в российском кардиологическом журнале по исследованию «Консонанс». Смотрите, что у нас сработал препарат эффективно не только вне зависимости от возраста, он сработал вне зависимости от ранее назначенного или не назначенного антигипертензивного лечения. То есть, даже если лечились, все равно перевод на канцелар, он дал нам, так сказать, дополнительный выигрыш давления. Я уже несколько раз пытался дать мотивированное материалистическое объяснение, почему это произошло. Ну, потому что лучший ингибитор, лучший диуретик. И для меня критично важна вот эта левая часть нижнего графика, вне зависимости от индекса массы тела. Что больные с ожирением, что без ожирения, что с избыточной массой тела, что с нормальной. Работает препарат хорошо. Восстановление циркадного ритма очень важная задача. Мы об этом говорили, потому что не восстановление циркадного ритма, так называемые нон-дипперы или еще и найтпикеры, то тогда это значительный риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Вы видите, что здесь происходит. И очень важно сказать, что диуретики, независимо от исходного давления, в схеме терапии восстанавливают двухфазный ритм. Диуретики конвертируют больных из нон-дипперов в дипперы. Значит, это важная составляющая, которая присутствует у конселара. Ну и еще один важный аспект. Это новый подход такой суточного профилизации давления. Если вы внимательно посмотрите на ромеприл, то ромеприл, так сказать, наиболее эффективно выравнивает и утренний, и вечерний уровни артериального давления. Ну и вот посмотрите последствия назначения ромеприла с точки зрения восстановления двухфазного ритма. Это чрезвычайно важно, еще раз говорю, для любого больного с артериальной гипертензией. Три единые задачи, 24 часа, вариабельность, двухфазный ритм. При назначении ромеприла мы видим с вами практически почти семикратное увеличение больных с нормальным двухфазным ритмом. А это снижение вот этих конечных точек, это снижение риска развития инфаркта миокарда инсульта в утренние часы. Ну и, конечно, мы видим с вами, что здесь то, о чем я уже говорил, гарантированный 24-часовой эффект дает ромеприл и эндопамид, это снижение инсульта. Потому что вот на этом слайде блестяще показано, что утренний подъем давления, это все связано с гидрохлордиозид, содержащими комбинациями, плюс 30% риска развития инсульта. Более того, утренние подъемы давления, это плохое влияние уже не только на когнитивные функции, но и при визуализации структура мозговой ткани становится хуже. Поэтому, безусловно, нужно переводить в двухфазный ритм и блокировать утренний подъем давления. Работа интересна, она не касается диуретиков, но просто посмотрите два бета-адреноблокатора. Один блокирует утренний подъем давления, другой нет. В исходе даже, так сказать, изменение толщины интима медиа в пользу того, который предотвращает утренний подъем давления. Еще раз подчеркну, ромеприл и эндопамид это делают. Ну и, наконец, вариабельность артериального давления. О ней говорят сегодня очень много. Разные сценарии вариабельности, в том числе даже есть сезонная вариабельность артериального давления. Многие факторы сопряжены с вариабельностью артериального давления. Их действительно реально очень много. Но для нас важно понимать, где есть вариабельность артериального давления. Там гипертрофия левого желудочка. Вспомнил, что иромеприл и эндопамид каждый персе в чистом варианте работают очень хорошо и обрадают очень мощным антипролиферативным действием. Ну а здесь как раз видно последствия вариабельности поражения органов мишени. Все и общая смертность и у нас толщина каротидных артерий увеличивается. Несколько просто визитных карточек. Почему плохо высокая вариабельность? Это повышенный риск смертности, это повышенный риск осложнений. Поэтому точно вариабельность надо снижать. Но у нас что снижает вариабельность? Диуретики и антагонисты кальция. Значит среди других препаратов выбор у нас эндопамида снизит эту историю. Подтверждение межвизитная долгосрочная вариабельность артериального давления. Вот вам пожалуйста. То есть это еще один плюс к тому, чтобы снизить у нас риски развития гипертрофии миокарда. Ну и побороться с предсердечной недостаточностью. Ну вот вы видите, что до нормальных значений снижается у значительной части наших пациентов. Соответственно, еще надо вспомнить исследование КОУП. Мы помните говорили, когда сравнивали доказательную базу по диуретикам, антагонистам кальция и ингибиторам АПФ, что у нас с вами именно при инсультах и перенесенных инсультах максимально хорошо работают диуретики. Но ромеприл имеет свою мощную доказательную базу. И мы видим с вами все сценарии инсультов. Но помимо всего прочего снижается риск когнитивных нарушений. Значит понятно, что комбинация эта. А у эндопамида, конечно, огромный доказательный багаж в виде исследования ПЭЦ, в виде исследования Прогресс. Говорит, что в эту комбинацию двойную объединяются лидеры по антикогнитивным нарушениям. Ну и наконец органопротекция. Здесь нужно сказать о том, что ингибиторы диуретики обладают достаточно выраженным уменьшением гипертрофии миокарда. Ингибиторы хорошо работают в отношении эластичности крупных артерий. Они хорошо работают в отношении толщины интима меди. И, конечно, хорошо работают в отношении нефропротекции, снижения риска развития сахарного диабета. Ну вот здесь показано то, что надо стремиться к назначению максимально хорошо переносимой дозы ингибитор АПФ. Она дает максимальное улучшение систолической функции снижения атеросклероза. Ну и влияние на новые факторы риска. Мы должны учитывать, что вот это исследование Антаргет, оно доказало на огромном массиве 20 тысяч больных противовоспалительное действие ремеприла. Оно показало то, что у больных с сахарным диабетом улучшается эндотелиальная функция. Мы видим с вами поток зависимой дилетации. Факторы, связанные с коагуляцией Виллибранта, активатор коневого плазминогена, ремеприл выглядит не менее достойно, чем талмезартан. То есть он не проигрывает. Это значит, что эндотелиальная функция микроциркуляции улучшается на нем очень хорошо. Ну и снижение, естественно, кардиомиопатии. Поэтому здесь совершенно очевидно, что это комбинация, я бы сказал, и для молодого возраста, потому что вот эта интересная работа, она как раз показала возможности применения ремеприла в возрасте 22 лет со всеми позитивными влияниями, опять-таки, на уже упомянутые липиды, инсулинорезистентность и высокочувствительные ЦРБ. Ну, к этому еще надо добавить вот сравнение с кондезартаном. Смотрите, выигрыш ремеприла по адипонектину. Это антиатеросклеротический гормон. Если мы возьмем здесь улучшение функции сосудов, то уже не только просто показатели косвенной скорости пульсовой волны слева, центрального пульсового давления минус 9, а это очень много, потому что 4 мм это разница по сосудистому возрасту в 10 лет. Но и нормализация структуры ткани, эластины, фибриллины и так далее. Ну и мы видим с вами достаточно быстрый эффект такой комбинации на эластичность сосудов. Еще раз повторюсь, гидрохлортиазид плохо и с точки зрения длительности действия, дизметаболических нарушений. Ну и если говорить о конечных точках, то я всегда говорю, что метаанализы весь специфический, известнейший метаанализ. И я его показываю много раз, когда говорю о разных проблемах снижения смертности на гипотензивной терапии. Ну вот здесь я хотел бы обратить внимание, что в этот метаанализ не вошло исследование КОУП. Здесь большинство исследований по перендаприлу, но КОУП это наш больной среднестатистический, который идет в Российской Федерации. Обратите внимание, в метаанализе КОУПа нет, но есть снижение смертности на терапии, основанной на перендаприле и эндопамиде. Это важно, потому что эндопамид-то в канцеларе тоже есть, но у нас для перендаприла снижение сердечно-сосудистой смертности, общей смертности тоже доказано. Конечно, по-честному в тот метаанализ надо было бы включить и исследование КОУП, но тогда пришлось бы говорить, что терапия основана на перендаприле и ромеприле. Фантастические эффекты были получены в КОУП, в том числе и очень мощное снижение защиты почек. И я бы обратил еще одно внимание, нас очень любят офтальмологи, диабетологи говорить о снижении и профилактике ретинопатии, но почему-то это они все сводят к фибратам. У здесь большого исследования КОУП-3 было показано снижение риска ретинопатии на ромеприле, а это значительно лучше, безопаснее, эффективнее, чем любые фибраты. Поэтому, конечно, сегодня мы имеем препарат, который расширяет наши терапевтические возможности. И в качестве одного из критериев оптимальной терапии, вы помните, там была переносимость, безопасность. Наши больные и врачи очень высоко оценили качество жизни на этом препарате. Поэтому выбор препарата, он многогранен, основан. Ну и вот на примере канцеллара я попытался вам разложить все по полочкам, хотя могу сказать, что подобные действия всегда надо делать и в отношении любой другой двойной комбинации. Коллеги, спасибо за внимание, я с удовольствием отвечу на вопросы, если такие у нас появились с вами в чате. Пожалуйста. Ну, коллеги, давайте тогда попытаемся ответить на вопрос, чем можно объяснить более высокие темпы снижения, темпы развития когнитивных нарушений у больных с деменцией и деменцией у больных с АГ и ожирением. Ну, конечно, здесь объяснение, оно достаточно на самом деле простое. Это то, что при ожирении всегда есть мощнейший провоспалительный статус. То есть, перетянутые, растянутые адипоциты, это всегда выработка провоспалительных цитокинов, огромное их количество, и это всегда негативное влияние на когнитивную функцию, прежде всего на состояние бета-амилоида, ну и скорость проведения при воспалении падает по нервным окончаниям. Поэтому это фактор провоспалительного такой истории. В каких клинических ситуациях остается место комбинации бета-блокатора и диуретика? Ну, я бы сказал, что, наверное, это все-таки ситуация с хронической сердечной недостаточностью, потому что мы понимаем сегодня и при сохраненной и сниженной фракции выброса, это квадриполтерапия, куда заходит и бета-блокатор, ну и если есть симптоматика, то диуретик. Я бы расценивал это как наиболее перспективную группу для назначения. Чем все-таки ромеприл отличается от периндоприла, витоболипофильный, обладает высоким сродством тканевой АПФ? Они практически ничем не отличаются, имеют очень схожие показания, различия, я уже сказал, вот в отношении сердечной недостаточности, но это североамериканские, в наших они поставлены на один уровень. Я бы сказал так, что они отличаются, наверное, спецификой проведенных исследований по ним. Ну, например, мы хорошо знаем полуисследований по периндоприлу, но, например, мало кто знает, что одним из немногих препаратов, который тестировался при недиабетической нефропатии, был ромеприл, он там показал очень хорошие результаты. До появления класса ингибиторов SGLT2 и GLP1, это была, пожалуй, единственная работа, доказавшая ингибитор АПФ при недиабетической нефропатии. В принципе, препараты очень похожи. По всем вещам я всегда говорю, есть два равновеликих класса препаратов Зартана ингибиторы, есть определенные между ними отличия, но они равновеликие. И равновеликий ингибитор АПФ, это ромеприл и периндоприл. Можно ли пациентам с АГЭ инсулинорезистентности рекомендовать? Понятно вопрос, но это явно, скорее всего, не от врачей. Ну, будем считать, что от врачей. Окей. Можно ли в схему лечения рекомендовать максонидин? Ну, отвечу коллеге так, что рекомендовать-то можно, он формальных противопоказаний не имеет, но сегодня с позиции выделения предсердечной предстадии сердечной недостаточности прописано в нашей новой версии клинических рекомендаций по артериальной гипертензии. Там, где есть любая степень сердечной недостаточности, а в североамериканских рекомендациях это вообще очень жестко, категорическое нет назначения максонидин. Следующий момент. Ну, я думаю, что надо говорить объективно, что положительное влияние на инсулинорезистентность максонидина, оно в значительной степени гипертрофировано. Потому что нужно говорить, что есть огромный метаанализ, допустим, чтобы уйти от хвалебных отромеприлов, я их тоже мог бы пропеть в отношении инсулинорезистентности. Но я скажу так, что есть метаанализ целый, посвященный тому, что телмезартан гарантированно снижает инсулинорезистентность. Я скажу так, что сегодня надо двигаться в конве того, что написано в наших рекомендациях и европейских, где он рассматривается, этот препарат, на четвертом, пятом этапе коррекции антигипертензивной терапии для больных с резистентной артериальной гипертензией, которым уже назначено 4 препарата. В максимальных дозах антагонист кальция, индибитор и резартан, диуретик и спиринолактон. Вот дальше смотрим варианты. Вариантов много. Там может быть и назначен альфа-блокатор, и бета-блокатор. В зависимости от ЧСС. И там может быть назначен максонидин. Поэтому препарат, который сегодня в силу, я еще раз говорю, коморбида и высокой частоты предсердечной недостаточности и сохраненной фракции выброса, где его точно нельзя назначать, имеет шагренивую кожу сужающихся возможностей в клиническом применении. Так, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, клинической практики врача между фиксированными комбинациями в одной таблетке, этими же компонентами, например, отличаясь от очень хорошей комплайнтности, можем ли мы тогда делать в пользу выбора свободных две таблетки, рекомендую принимать в разное время? Ну, коллеги, я бы сказал так, что вопросы хронотерапии, они вообще, ну, после исследования TIME, это в прошлом году было, ушли так в тень, потому что было показано, что, в принципе, хронотерапия не дает каких-либо серьезных выигрышей, кроме, 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 кроме того, что снижает сприверженность. На вот таком хронофармакологическом подходе к назначению гипотензивных препаратов. От себя скажу, что, в принципе, конечно, может быть вариант двух таблеток в разное время, когда мы видим, что большинство таблеток, если, ну, скажем, ромеприл и эндопамид, они, конечно, действуют 24 часа. Но бывает найтпикерство, и это, пожалуй, та единственная ситуация, где можно рассматривать прием препарата два раза. Здесь основная ориентация суточный профиль давления и выбор на входе препарата с гарантированным 24-часовым эффектом. Ну, вот, как-то так. Так, еще вопросы, коллеги, есть? Меня организаторы нашего образовательного семинара попросили выбрать из пулу вопросов, которые вы прислали, два лучших вопроса, так сказать. Ну, я позволю себе выбрать три вопроса. Конечно, последний, вот, по двум, двукратному назначению, будем идти, так, третий по значимости, второй и первый. Вот, на второе место я бы поставил, конечно, вопрос по отличию перендоприл и ромеприл, он действительно актуальный и честный. Ну, и на первое место я бы, конечно, поставил вопрос глубокий, это по когнитивным нарушениям у больных с ожирением, почему они развиваются быстрее. Вот, наверное, так. Коллеги, я благодарю вас за внимание, ну, и до нее, надеюсь, до новых встреч, и что наши сегодняшние 58 минут общения не были сказкой о потерянном времени. Удачи, здоровья, до новых встреч, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!